друзья всем привет рад приветствовать всех на своем канале и хоть я не хотел крутить баншу она мне все-таки выпала сундука за 103 уровень пропуска и соответственно теперь у нас она есть и мы можем ее протестить я протестил я ее против 15 робота кладу я собрал вот такую с элементальным земли мечом рядой по талантам на мече все на урон таланты на дряде тоже на урон соответственно чтобы больше разогнать банш у нас пока что седьмого уровня без талантов сюда я засунул посох без фракции потому что копье на нее не работает куртку на ману чтобы нас не душили и амулет чтобы попытаться как то растакать перед началом буквально маленькая пауза и перейдем к самой игре друзья хочу сказать огромное спасибо каждому кто использует мой код автора этим вы реально безумно меня поддерживаете и даете какие-то силы делать розыгрыш для вас и больше интересного контента кто не знает что это такое сейчас я вам это расскажу переходим на сайт market my games shop 125 слэш слэш и так далее ссылочка будет в описании без проблем на этом сайте можно купить все что угодно если у вас недоступны платежи через игру особенно тем кто донатит с айфона через этот сайт дешевле чем с айфона поэтому пользуйтесь здесь есть все предложения можно купить как и платину а заплатим можно купить все что угодно в игре так можно отдельный кристаллы и пропуска то есть давайте допустим купим с вами 200 200 платины нажимаем купить бой выбираем наш игровой айди который нужен дальше вводим кодовое слово кодовое слово довольно простое али вот на экране его также видите нажимаем продолжить здесь вы можете написать любое пожелание которое хотите чтобы я увидел дальше нажимаем продолжить и дальше выбираем любой удобный для вас платеж которым вы захотите рассчитаться то есть киви сбер какой-то нахрен IOMoney, говно какое-то, да? Ну или мобильные операторы, там всякие вилайны, мгтс, я осуждаю. Ну и разные карты. После этого все, и проходит оплата, мне приходят сообщения с вашими пожеланиями, вам приходит та валюта, которую вы купили. Все круто, просто, мне приятно и вам не сложно. Переходим к видео. Смотрите, друзья, как я и говорил, игра у нас будет против робота. Робот у нас 15 уровня с часами, с шаманом и демонологом. Без мимо, да? И по трикстеру 20-й трикстер со склянкой, максимальное копье с легендарным контрзаклятием, непонятная мне совершенно куртка и амулет на урон. Как нам и сказали, что часы душить баншу не будут, и вот в этой игре я это понял, вспомнил, а соперник вообще ничего не понял, пытался как-то растакиваться, да, там в часы уходить и в итоге проиграл на 100 с чем-то миллионах. Дедушку я в эту колоду не беру, потому что именно в данной игре я тестил одну баншу, то есть ставил я баншу, да, одну в угол, к сожалению, без таланта, если бы был талант, я бы взял правый, и тогда бы у нее был увеличенный радиус атаки, и с крайней левой верхней точки она бы доставала прямо до низа. Так она до низа не достает, потому что радиус атаки у нее в две клетки, то есть вот посюда где-то она только бьет. То есть мобы как только выходят, они сразу урон не получают, что может быть критично на боссах или там на поздних волнах, когда уже будет очень много здоровья монстров, то есть и из-за того, что мы не будем успевать их убивать, у нас боссы будут выходить пожирнее. Но здесь я поставил просто на шару, да, потому что точка Зевса у меня туда упала, и времени у меня особо не было раскачиваться, потому что я знал, что у него шаманы есть, у него есть демонолог, и в принципе он будет меня как-то стараться душить и за счет роботов, и за счет всего. Смотрите, в чем суть. Максимальное количество стаков доп. урона у Банши 10, поэтому я ее выставил одну, также начал искать мечики, чтобы увеличивать ее урон, и просто разогнать именно урон одной Банши по максимуму. Урон у него бустится очень сильно за счет ранга слияния, самый большой прирост у него за ранги слияния, поэтому Зевс здесь вполне оправдан, правда, бывают моменты, когда он совсем не падает, да, в те нужные точки, бывали пару игр, когда Зевс падал просто в центр, и по сути он был бесполезным для Банши. Потому что самое главное, особенно Зевса, просто в прокачке ранга. Собственно, почему я его сюда и взял. Здесь все началось довольно неплохо, у меня уже стояла пятая Банша, на седьмом уровне тычка с руки у нее, там, под парой стаков мечей семнадцать тысяч. Интервал атаки у нее в секунду получается две, да, не так уж и быстро. Из недостатков Банша я заметил, что ей не хватает урона на боссах, мини-боссах, а также на поздних волнах, когда уже очень много здоровья у монстров, она просто не успевает настакивать свой урон и, в принципе, дамажить. настакивают элементали, а Банша просто по настаку начинает наносить урон. Из плюсов, она ничем не оглушается, ничем не станет, ничем не перекрывается, то есть, если она в оглушении от ракет-робота будет, там, от некроманта, какого-нибудь, там, не знаю, любого другого босса, который ее встанет, да, это, в принципе, плевать. Урон, аура, вот это урона, все равно будет проходить. Замедление не работает, а парень, не знаю, русский, он не русский, сверху меня, начал выходить в часы, хотя ему надо было стакать в роботов по максимуму и пытаться меня пережить. Но я очень удачно этим воспользовался и просто настакал кучу элементалей, начал стакать Банш потихоньку, механика у них сложная, но, если разобраться, довольно простая, то есть, Банши, которые стоят по ходу движения монстров в ближних клетках, вот у нас буквы П, они будут активны, они будут наносить урон, съедаться они не будут. Все Банши, которые вот в этих шести клетках стоят, они постоянно будут спать и с определенным количеством времени будут понижать себе ранг, отдавая за каждый ранг стак в Баншу, в рандомную. Ну, здесь у меня одна активная, поэтому они все отдают туда. Цель у меня была довольно простая, быстренько растакать Баншу рядами, жмакать по КД Зевса, да, и весь стол в конце усыпать элементарем, потому что чем их больше, тем быстрее настакивается урон. Паренечек все так же топит в часы, во-первых, неправильная колода, я уже сказал, да, то есть и шаман, и демонолог, и часы в одной колоде, это прям супер неправильно, потому что здесь надо мим, чтобы либо шаманов ты кидаешь, либо там роботов мержишь, потому что третья волна, у него уже, точнее не уже, а всего лишь 12 стаков, монстр у меня доходит почти до середины, и вот немножко непонятно, что делать, ставить весь стол в баншах глупо, потому что мы тогда просто не сможем их прокачать, а ставить три банши или четыре, да, там есть талант, что не более четырех банш, тогда у нас увеличивается урон и радиус, тогда непонятно, что будет, что делать с монстрами, которые доходят до конца, только монап жать, монап у банши довольно интересный, он там дает ей атаку по всей карте, ну, когда мы нажимаем, поэтому если там монстры дошли до конца, мы один раз сможем поражать, почистить, но откат же у него все-таки есть, и поэтому, когда еще раз монстры подойдут, у нас будет все в откате, мы уже спасти себя как-то не сможем, для 7 банши в принципе неплохо, наверное, я не знаю, мне пока не с чем сравнить, особо сильных результатов на ней я не видел, ну вот 7 банша в одну, под элементалями, монстры идут уже по 309 тысяч, да, у робота это почти предел с часами, слава богу, ассасин нам бьет не в эту точку, где, да, банша стояла, и вот я прожимаю монап, понимая, что он пройдет далеко, чтобы чисто вот подубить его, у паренька сверху стол прям совсем печально сломан, но, ребят, ну это 15 робот, я думаю, в этом обновлении робот вообще вылетит из меты к чертям, никто им играть не будет, потому что танца не душится, культ не душится, банша не душится, а это основные пешки, которые будут играть, и робот вообще ни с чем играть не будет, надеюсь, разработчики увидят вот это вот видео, да, и немножко получат обратные связи и посмотрят по проценту, как они обычно это делают, чтобы робот получил какой-то минимальный баф, ну и судя по банше, я конечно без талантов, да, но все-таки может быть я ее покручу, открою 9-11 талант, мне кажется, что она нуждается прям в какой-то минимальной доработке, потому что на боссах прям беда, выходит бедлан, если у тебя нет 15-го таланта, ты не успеваешь ничего сделать, тебя крутит, тебя воротит, тебя шатает, кукловоды тебя сдвигают в сторону, твои баши становятся неактивными, да и даже на 15-ом таланте оглушение, точнее безмолвие на боссах 4 секунды, мне кажется, этого будет недостаточно, с учетом того, что урон у нее не мгновенный, а растет, и растет он несколько секунд за счет настака, вот, игра получилась прикольная, было весело переиграть седьмой баншей 15-го робота, я думаю, человеку было обидно, но эта жизнь, эта игра, по урону 117 миллионов, на 93 миллионах сдулся 15-й робот, это прям ужас, печально для пешки, которая когда-то прям играл постоянно, вот, на этом, друзья, будем заканчивать, огромное спасибо за просмотр, обязательно в комментариях поделитесь, как вам банша, может, кто-то выбил ее, у кого-то она уже 11-е, там 13-е, пишите свои результаты, и, в принципе, что думаете по этой пешке, нуждается она в доработке, либо не нуждается, на этом буду прощаться с вами, еще раз всем огромное спасибо, и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok